Популярная китайская загадка, которая поставит вас в тупик Сотни лет люди со всего мира решают загадки, используя логику и критическое мышление. Но что если решение загадки вызывает еще больше вопросов? Обладаете ли вы логическими способностями первоклаша Китая, чтобы объяснить эту сложную задачку? Или она заставит вас почесывать голову целую вечность? Не забудьте нажать подписаться и включить уведомления, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне жизни. Почему людей так привлекают загадки и в чем их смысл? По сути загадки это головоломки и ребусы, которые заставляют нас использовать математическое или дедуктивное мышление для их решения. Существует три разновидности загадок – метафоры, загадки и головоломки, которые по сути состоят из игры слов. Люди придумывали и решали загадки веками. Самые старая известная нам загадка создана в древней Месопотамии, в городе Лагаш, примерно 2350 год до н.э. и была записана на глиняной табличке, которая гласит «Его канал – А, его бог – Б, его рыба – В, его змея – Г». Вы смотрите на город, который стоит на канале А, чей местный бог – Б и чьи символические животные – В и Г. Сложновато для понимания, правда? Хотя эта загадка может казаться нам бессмысленной. Она похожа на те, что мы видим в школах, газетах и журналах. С годами загадки стали сложнее и веселее, и часто с их помощью в школе помогают молодежи развивать логические навыки. Но даже взрослым нравится решать головоломки, потому что считается, что они помогают укрепить память и мозг в целом. Если поискать в сети, можно легко найти кучу веселых загадок, которые заведут в тупик даже лучших логиков. Но недавно интернет волной захватила особенно интересная задачка, которой проверяют логику первоклассников в Китае. Вот она. Если на корабле 26 овец и 7 коз, сколько лет капитану корабля? Услышав об этой китайской загадке, многие пользователи интернета по всему миру пытались ее решить. Один из подходов к решению – заняться математикой. Это и сделал один из пользователей. Он заявил, что если сложить средний вес всех этих животных, скорее всего цифра достигнет практически 7 711 килограммов. Вот эта нагрузка. Спрашивается, какое отношение имеет вес животных на корабле к возрасту капитана? Этот вопрос заставил пользователей интернета задуматься. Еще один подход к решению задачки – играть числами в уравнении. Чтобы корабль смог перевозить больше 5000 килограммов, у него должна быть лицензия на управление кораблем не меньше 5 лет. А капитан корабля должен быть не моложе 23 лет, следовательно, капитану в этой загадке должно быть 28 лет. Естественно, после объяснения все это обретает смысл, но сложно поверить, что кто-то, не говоря уже о детях в первом классе, мог провести такую логическую цепочку. Я уже молчу о знаниях специфических правил и норм судоходства. Хотя китайские малыши не могли решить эту загадку, они старались изо всех сил, играя числами и используя критическое мышление. Впечатляет, правда? Еще круче то, что загадка пришла к нам не из Китая. Впервые ее загадали во Франции в 1979 году, чтобы проверить навыки решения проблем среди первоклассников и второклассников. Согласно отчетам, дети, которым задали эту задачку около 40 лет назад, действительно пытались решить ее математически, но большинство из них. Исследователи, изначально предложившие загадку первому и второму классу в 1979 году, ожидали, что большинство детей, если не все, скажут, что для решения загадки недостаточно данных. На удивление, три четверти детей попытались вести математические расчеты, чтобы найти ответ, пусть даже и неправильный. Вот пример такой попытки. Капитану 26 лет, так что добавьте 10 и получится 36 лет. Несмотря на неправильность попытки, стало понятно, что ученики пытались манипулировать числами, чтобы найти ответ. Очень немногие поставили под сомнение загадку и правильность условий. Легко предположить, что группа детей первопроходцев во Франции по счастливой случайности угадала ответ. Новичкам везет, так? А вот и нет. То же исследование повторили в других группах во Франции, Швейцарии и Германии. И угадайте, что? Как и в первый раз, большинство детей попытались отыскать правильную формулу, чтобы отыскать ответ. Только немногие поднимали руку и говорили, что информации недостаточно. Эта невероятная загадка недавно приобрела бешеную популярность. Они рассказывали солидные источники, вроде South China Morning Post, «Россия сегодня», «Би-Би-Си» и даже «Вашингтон-Пост». Люди неустанно восхищаются тем, что дети интуитивно пользуются математическими вычислениями для решения загадки, вместо того, чтобы признать, что информации недостаточно. Наряду с загадкой «Сколько лет капитану» детям задавали похожие задачки. Можете решить эту. В стаде сто двадцать пять овец и пять собак. Сколько лет пастуху? Эта загадка похожа на то, что вы уже видели, и легко догадаться, что для решения задачи недостает информации. Но, как и прежде, ученики работали с числами, чтобы попытаться найти решение, даже если оно было бессмысленным. Один ученик написал примерно следующее. Сто двадцать пять плюс пять равно сто тридцать, но это слишком много. Сто двадцать пять минус пять равно сто двадцать, и это все еще много. А сто двадцать пять разделить на пять равно двадцать пять. В этом возрасте есть смысл. Хоть это и неверно, можно увидеть, как ученик взял числа, представленные в задаче, и продолжил работать с ними, пока не получил разумный ответ. Хотя прямо сейчас такая логика может вызвать у вас головную боль, подобное дедуктивное суждение можно найти в обожаемых вами историях о Шерлоке Холмсе. Например, в повести «Собака Баскервиллей» Шерлок Холмс определяет возраст незнакомца, его профессию и наличие у него собаки лишь по трости. Довольно круто, правда? Естественно, это весьма продвинутое логическое мышление, и трудно поверить, что китайским детям могли задать такую сложную задачку. Китай официально ответил всем интересующимся, что слухи о загадке вовсе не фейк. Она действительно существует и предназначена, чтобы развивать у учеников критическое мышление. То, что загадка по сути оказалась незавершенной, является частью тренировки. Итак, что мы можем понять из загадки, возникшей более сорока лет назад. Мы узнали, что люди склонны решать задачи с помощью дедукции и манипуляции с числами. Это способствует критическому мышлению, что весьма важно, особенно для развития мозга. Но не менее важно и логично сделать шаг назад и спросить, в этом и правда есть смысл? Решать вам. Когда вы впервые увидели эту загадку, какое решение инстинктивно захотели принять? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте поставить видео лайк, поделиться им с друзьями и нажать подписаться. Оставайтесь на яркой стороне!